Привет, народ! С вами снова Евгений Пугач из Израиля. Будет с вами говорить о бариатрии, а конкретно о побочках бариатрической операции. Мы должны прекрасно понимать, что когда мы уже решили пойти на операцию, мы даже выбрали какого-никакого хирурга, которого, может быть, хотим или нам посоветовали. Я в прошлых уже своих видео рассказывал. Вы идете на операцию. Любая операция, любая операция, это не то, что русская рулетка. Да, но поймите, вам ковыряется в животе, вам открывает живот. И, как правило, эти операции делают лапароскопическим способом, то есть без надреза, дырочками. Хотя я знаю, что в России, допустим, я общаюсь с многими интересными людьми, подписчиками, зрителями, что мне сказали, мы можем сделать лапароскопом, но если нам делают шов, то это дешевле. Я об это не лезу, решение ваше. В принципе, результат должен быть тот же, как бы, да, неважно. Просто после дырок вы просто на второй день встали и пошли. А когда шов, это менее удобно, скажем так. Это гораздо дольше заживление. И вот у нас сегодня видео о побочках бариатрических операций. Самая распространенная побочка, и вы можете с мной согласиться или нет, после любой бариатрической операции, кроме бандажирования, это камни в желчном пузыре. Ребята, готовьтесь. У всех бариатриков это будет рано или поздно. Не то, что у всех людей в мире. У большинства как бы будет, или у меньшинства, это неважно, будет. Но у бариатриков у всех будут камни. Вот я перед вами сижу, тот, кто сделал две бариатрических операции. Да, у меня есть камешки. У меня появились уже, но я их пока не трогаю, потому что они мне жить не мешают. Я знаю, что они есть, и рано или поздно мне придется удалять желчный пузырь. Ну что ж, вы должны быть к этому готовы. Это самая распространенная побочка, повторюсь, после любой операции. Почему? Там много есть мнений, потому что человек начинает пить воды поменьше, и соль откладывается, всякая хрень. Еще раз, я вам буду, как и обещал, все объяснять на пальцах. Без умных выражений, без умных формул, без глупых и ненужных для нас терминов. Потому что это личная... Мы забиваем мозги, личная информация. Надо конкретно вот черное-белое, без вот этих вот умных выражений. У меня такой подход. Я не хочу просто грузить людей ненужными терминами. Так вот, это побочка после любой бариатрической операции. Пусть даже это будет садик, тоже, поверьте мне, будет. Рано или поздно будут камни. Это первая побочка. Дальше. Мы сейчас с вами движемся к основным побочкам операции резекции желудка. Вот я пример для вас. Это большая проблема. Это рефлюкс и грыжа верхней части желудка. Она бывает не у всех. Есть процент. Я смотрел как-то. Я не хочу вам говорить проценты. Не мое это дело. Вы люди большие, можете сами посмотреть. Как правило, рефлюкс и грыжа идут вместе. Почему? От чего происходит рефлюкс? Как я вам обещал, не буду грузить. Объясняю на пальцах. У нас есть заслонка, которая идет сверху желудка. Которая закрывается, открывается. Закрывается, открывается. Вы кушаете, оно открывается и еда проходит. Вы покушали, опа, закрылась. Для чего это сделано? Чтобы газы с желудка и кислота не поднимались вверх. Это как клапан. Теперь, что происходит? Когда у вас появляется грыжа на верхней части желудка. И, кстати, термин. Не хочу им пользоваться. Нафиг. Фу-фу-фу. Получается, что у вас желудок сверху двигается, и он заслонку двигает. Получается, что заслонка у вас не работает. Не работает. И кислота, и газы проходят или спокойно, или неспокойно, или с трудом. Все зависит, какая у вас грыжа, если она будет. У меня, допустим, была громадная грыжа. У меня практически клапан был открыт. Я примерно полгода до повторной операции практически не спал. Потому что, если я прилег на кровать, то это значит все. Если я уснул, то вся подушка будет в кислоте, влажной. Фу-фу-фу. Не очень приятно. Но мы должны быть к этому готовы. В редких случаях, в редчайших случаях, есть демпинг. Про демпинг я буду рассказывать, когда буду на данный момент рассказывать о шунтировании желудка. Значит, мы сейчас с вами подходим к мини-шунтированию желудка. Там проблема такая, что кроме того, что у вас может быть демпинг. И сейчас я вам расскажу, что такое демпинг. У вас тоже, возможно, вы можете тоже получить, к сожалению, рефлюкс. Что кислота будет забрасываться. Она может иногда забрасываться наверх. Иногда может забрасываться в живот. Я знаю многих людей, кому, допустим, кто кушает. Вот они, допустим, если кушают молочку, допустим, у них прямо все. У них выходит кислота, им плохо. У них все бурлит и журчит. Им нельзя, скажем так, им нежелательно кушать молочку. Потому что им просто будет хреново. Такие есть. Окей. Демпинг. Что такое демпинг? В трех словах. Можете посмотреть, откройте Google или Википедию. Посмотрите, что такое демпинг. Демпинг – это такая хрень, очень приятная, когда вы кушаете, еда попадает в организм и не успевает переработаться нормально. И получается большое количество сахара. Это большое количество сахара попадает вам в кровь. Это холодный пот. Это может дойти, к сожалению, до потери сознания. Это головокружение. Это ужас. Но этот ужас проходит очень быстро. Если вы знаете, что у вас сейчас демпинг. Как вы знаете, вы поели буквально через минут 5 или 10 после еды. Иногда 20 минут. Ну, это редко. Обычно это чай. Это приходит гораздо быстрее. У меня пару раз такая хрень была. Холодный пот и прочее. Когда такое у вас происходит, вам нужно просто сесть, а желательно лечь. Попить водичкой холодненькой. Минут 15 оно проходит. Но вы должны быть к этому готовы. Также в некоторых случаях, не так часто бывает, но бывает, кто делает мини-шунтирование, у них также иногда плохо усваиваются те или иные витамины. Поэтому после любой бариатрической операции, а особенно мини-шунтирование и шунтирование, мы должны раз в какое-то время, раз в полгода, раз в год, раз в два года, это как решит ваш лечащий врач, делать проверки на гормоны и на витамины обязательно. Как делать проверки на витамины? Все очень просто. Две недели перед проверкой вы перестаете пить любые витамины. Некоторые врачи говорят неделю, некоторые две. Я специально говорю две недели, чтобы уж точно. И после этого, когда вам взят проверку, врач увидит, чего реально не хватает. Если видит, что не хватает там чего-то того, то он вам просто добавит, это будете принимать чуть-чуть побольше. Дальше. Мы дошли до шунтирования желудка. Шунтирование желудка у них, как правило, тут я. Рефлюкса быть априори не может, потому что там делается операция по-другому. И бывает в некоторых случаях, у меня есть такие знакомые, к сожалению, у них организм не усваивает практически полностью железо. Это проблема, да? Но еще раз, это редчайшая. Это не то, что редчайшая, это редкая очень побочка. Надо просто быть к ней готовым. Какое решение этой проблемы? В принципе, самое простое решение, это раз в полгода, раз в год идти в больницу. Вам делают внутривенно железо. Иногда это один раз, иногда это процедура, которую вы должны делать не один раз, а раз в какое-то время. Потом просто делают проверку и все. Еще раз, надо просто раз в приходить к врачу проверять витамины все. И если вдруг есть нехватка или похоже на нехватку, попробовать витаминами добить больше железа. Если нет, то максимум в худшем случае шарнут вам один раз. Пролежите, прокапывают и пойдете дальше. Надо просто быть к этому готовым. Поймите, эритрическая операция, это в принципе классная штука. Но вы должны прекрасно понимать, что есть шансы, с которыми мы можем столкнуться. Потому что побочки бывают. Никто не говорит, что у вас побочка будет или не будет. Но человек, который знает, он готов. А то, что я вижу на ютюбе и в социальных сетях и прочее, все розовое, у нас все хорошо, нет никаких побочек, все класс. Ребята, класс, оно класс. Но знаете, что могут быть проблемы. И если они, не дай бог, у вас есть, для этого есть группа на ватсапе. В каждом ролике, в каждом описании есть ссылка на ватсап. Кликайте, присоединяйтесь, подписывайте, ставьте лайки, дизлайки. Делитесь с вашими друзьями всем видео. С вами был Евгений Пугач. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok